Всем привет! Смотрите наш ТОП-программ для восстановления данных с файловой системы VMFS – ESXi, vSphere, Hypervisor. ВМФС эта файловая система разработана компанией VMWare для использования на серверах ESXi и vSphere. Поскольку VMFS предназначена в основном для хранения образов дисков для виртуальных машин ESXi, она настроена на небольшое количество больших файлов. Дисковое пространство для тома VMFS может быть предоставлено либо в виде одного диска, либо в виде нескольких дисков или аппаратных RAID-массивов. Драйвер VMFS в свою очередь объединяет экстенты доступного дискового пространства JBot. В VMFS метаданные располагаются в начале тома или в случае нескольких экстентов в начале первого экстента. Эти метаданные включают индексные дескрипторы, каталоги и репозитории для небольших файлов. Для хранения образов дисков виртуальных машин VMFS используют кластеры размером 1 мегабайт, что больше, чем у любой другой распространенной файловой системы. Таким образом файл не мог бы занимать меньше 1 мегабайта, если бы не применяли специальные подходы для небольших файлов. Начиная с VMFS 5, файлы размером менее 1 кб хранятся непосредственно в соответствующих индексных дескрипторах, подобно резидентным файлам ntfs. Для файлов размером более 1 кб в VMFS создают один большой файл и разрезают его на кластеры по 8 кб, которые затем используются для хранения небольших файлов. Все эти подходы позволяют уменьшить использование дискового пространства для небольших файлов. Все метаданные в VMFS обычно хранятся в пределах первых 3-5 гигабайт тома, что означает, что полную структуру можно восстановить, просто просканировав только первые 5 гигабайт тома в VMFS. В операционной системе Windows посмотреть содержимое накопителя с файловой системой в VMFS можно только с помощью специальной утилиты. Программы для восстановления данных, поддерживающие данную файловую систему, отображают содержимое диска и позволяют сохранить информацию, которая лежит на устройстве. У меня есть диск с файловой системой в VMFS 6 версии, который я вытащил с сервера SXI. Из него мы попытаемся достать диски виртуальной машины с Linux. Подключим накопитель к операционной системе Windows и начнем тестирование. Для теста я отобрал 6 программ, производители которых заявляют о возможности восстановления данных с файловой системой в VMFS. Этайне РЕКОВЕР, ВМФС РЕКОВЕРИ, БИТ РЕКОВЕР, ДИСКИНТЕРНАЛЬС, ВМФС РЕКОВЕРИ, Хэтмон ПАРТИЩИН РЕКОВЕРИ, РЕКЛАЙМ ПРО, УФС ЭКСПЛОРЕР. Как видим программ, которые поддерживают восстановление с файловой системы в VMFS не так уж много. При заявленной поддержке большинство не способно определить файловую систему диска. Так, к примеру, Ани РЕКОВЕР в МФС РЕКОВЕРИ не видит даже диска с файловой системой в МФС. Посмотрим, как программа определила разделы диска. В итоге раздел с файловой системой в МФС программа определяет как неизвестный. В таком случае его даже сканировать не стоит, так как результат, скорее всего, будет нулевой. И еще одна программа с заявленной поддержкой в МФС. На официальном сайте разработчика заявлена поддержка в МФС и восстановление файлов с данной файловой системы. На практике при запуске программа просит сразу указать путь к виртуальным файлам. Диск с файловой системой в МФС программа не определяет. Видимо, утилита поддерживает восстановление только с файлов виртуальных дисков. Оставим ее для финального теста восстановления данных с диска виртуальной машины. Программа либо не поддерживает шестую версию в МФС, или же поддержка данной файловой системы вовсе нет. Следующая программа – диск интернелс. Программа видит раздел на диске с файловой системой в МФС, определила его размер, имя. В режиме просмотра утилита видеть файлы виртуальной машины, которые остались на диске. Быстрый анализ показал такой же результат. Сохранена структура диска и все файлы виртуальной машины. После быстрого анализа программа нашла некоторые удаленные файлы. Далее посмотрим, удастся ли программе достать информацию с восстановленных виртуальных дисков. Теперь посмотрим, как справиться с задачей Hetman Partition Recovery. Программа для восстановления данных Hetman Partition Recovery тоже видит разделы с файловой системой в МФС на нашем тестовом накопителе. После быстрого анализа видит датастор и файлы виртуальной машины, которые остались на диске. Утилита поддерживает большинство файлов виртуальных машин и файловых систем, включая в МФС. С ее помощью вы без труда сможете восстановить утерянные данные, как с МФС разделов, так и с виртуальных дисков в МВАРа и СХАЙ. Висфер – гипервизор. Программа находит как существующие, так и удаленные файлы. Содержимое можно посмотреть в предварительном просмотре. Также здесь есть поиск по имени файла, который поможет быстрее найти нужные. Файлы виртуальных дисков удалось восстановить в полном объеме. Программа сохраняет структуру диска. Все файлы и папки лежат на своих местах. Это значительно упрощает визуальный поиск утерянных данных. В следующем тесте мы посмотрим, удастся ли программе достать файлы из восстановленного файла виртуального диска. А сейчас посмотрим, как справится следующая программа для восстановления – Reclaim Pro. На сайте разработчика заявлено, что это профессиональный инструмент для восстановления данных, предназначенный для специалистов, поэтому при использовании обычными пользователями может вызвать трудности в использовании. Это действительно так. При запуске утилита сначала предлагает настроить прокси, затем какие диски сканировать и их файловую систему. И только после анализа выдает список накопителей и их разделы. В итоге, вот наш диск, определила DataStore, VMFS, VMWare и DataStore, его размер. Далее нужно проанализировать раздел, указав параметры сканирования. Программа не позволяет посмотреть содержимое диска без предварительного анализа. В результате программе удалось найти файлы виртуальных дисков. Удаленных файлов программа не отображает. И завершающая топ программа UFS Explorer. Утилита обнаружила раздел с файловой системой VMFS на диске. Его содержимое можно посмотреть даже без анализа, просто открыв раздел. Но в таком случае мы не увидим удаленных файлов. Посмотрим, что найдет программа после быстрого сканирования. Быстрый анализ занимает около 8-9 минут. Это дольше, чем в Hetman Partition Recovery и Disk Intervals, но значительно быстрее, нежели ждать результатов реклейм. Программа нашла все файлы диска виртуальной машины, включая конфигурационные. Удаленных файлов программа не отображает. Удалось восстановить данные в полном объеме. Посмотрим, удастся ли их подгрузить в гипервизор. И в следующем тесте, сможет ли утилита достать информацию с них. После поиска утерянных файлов, удаленных файлов программа не отображает. Во втором заключительном тесте мы посмотрим, как удастся программе достать файлы с виртуального диска, который ранее был восстановлен с ВМФС раздела. Ани Рекавер в МФС Рекавери не справилась с первым тестом. Скорее всего, программа не поддерживает файловую систему в МФС. Бит Рекавер в МФС Рекавери Виза тоже не распознает файловую систему на диске. Что касается файлов виртуального диска, программа не способна восстановить данные с виртуальной машины. В финальном тесте ей не удалось найти никакой информации на виртуальном диске. Утилита отображает только пустую папку. Следующая программа – Диск Интернакс. Для данного виртуального диска недоступен быстрый анализ. Для выбора активен только полный. В результате программа нашла файлы, которые хранились на диске виртуальной машины. Одни отображаются в предварительном просмотре. Можно посмотреть содержимое фото, видео, документов. Сохранена структура диска. Не удалось найти удаленных файлов. Следующая – Hetman Partition Recovery. Монтируем файлы виртуальных дисков в программу. В MDK. Вот наш диск. Программа автоматически определила файловую систему виртуальной машины. Сканируем. Для начала пробуем быстрое сканирование. Итак, программа нашла все файлы, которые остались на диске. Также отображает некоторые удаленные файлы. Доступен предварительный просмотр всех файлов. Фото, видео, документы. Также отображаются ранее удаленные файлы. Они отмечены здесь красным крестиком. Субтитры создавал DimaTorzok В Reclaim снова чтобы смонтировать файл виртуального диска нужно пройти несколько окон с настройками. Субтитры сделал DimaTorzok Быстрый анализ нашел файлы которые были на диске, сохранена структура, видно все файлы которые остались на виртуальном диске, доступен предварительный просмотр фото, видео, документы не отображаются в предварительном просмотре, восстановление документов будет под вопросом. Удаленных файлов программа не нашла. Полный анализ довольно продолжителен по времени, программа анализировала диск дольше всех остальных. Анализ небольшого диска длится уже более двух часов, а просканировано меньше половины. Удаленных файлов по-прежнему нет. Переходим к следующей программе UFS Explorer. Монтируем файлы виртуальных дисков в программу. UFS Explorer отображает размер. Запускаем анализ. Отображаются файлы которые лежали на виртуальном диске машины. В предварительном просмотре отображаются фото и видео. Документы нет. Восстановление документов под вопросом, так как их нельзя посмотреть в предварительном просмотре, а для сохранения файлов нужно купить полную версию программы. После поиска утерянных файлов программа нашла несколько удаленных. Два файла из десяти в одной папке. Как и в Reclaim до покупки сложно определить удастся ли восстановить файлы в полном объеме. Итак, что можно сказать в заключении. Из списка тестируемых программ две показали нулевой результат. Это они Recover в MFS Recovery и BitRecover в MFS Recovery Wizard. Reclaim и UFS Explorer не отображают в предварительном просмотре документов и в последнем тесте не нашли удаленных файлов на диске. DiskInternals нашла и восстановила файлы виртуальных дисков. Во втором тесте нашла файлы из виртуального диска машины, но не находит удаленных. Hetman Partition Recovery нашла и восстановила файлы виртуальных дисков. Во втором тесте нашла все фото, документы и видео, даже те, которые были удалены. Также в предварительном просмотре отображают все серверы типы файлов, фото, видео, документы. Также не все программы из теста поддерживают загрузку образов дисков, что является важной функцией программы для восстановления. Обычно для реализации хранения файлов на сервере ESXi используется технология RAID, в таком случае вам подойдет программа Hetman Raid Recovery. Данная утилита поддерживает восстановление данных с большинства файловых систем, включая в MFS и типов RAID. Если вы случайно отформатировали какой-либо раздел или том выбранных файлов в MFS, программное обеспечение позволяет восстановить данные с любого выбранного диска или раздела в MFS, поддерживает все типы файлов, созданных прикладным программным обеспечением в MWAR и сервером ESXi висфер, также поддерживает новую версию MFS 6. Детальнее о сервере ESXi смотрите в отдельном видео, ссылка будет в описании. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.